по ходу этого разговора мы с александром неожиданно перекинулись на обсуждение других не менее важных но смежных вопросов начали же все таки с примеров недвижимости до полумиллиона александр недвижимость за 400 за 350 за 450 тысяч евро на коста бланке что это такое где ее смотреть какого типа это объекты это хороший бюджет большой выбор конечно сразу увеличится потому что такого жилья очень много начиная 300 тысяч можно купить шикарную квартиру просто великолепную квартиру на первой линии моря в комплексе закрытого типа с бассейном сауном спортзалом просто будет премиум класс квартира на эти же деньги на 350 можно на коста бланка юг купить дом полноценный собственным бассейном три этажа три спальни или четыре спальни за 400 тысяч можно купить отдельно стоящий большой дом с видами на море в горах шикарный в городе бенидорме и окрестностях из множества вариантов о которых говорил александр в этой части мы решили показать всего один тем более что беседа на объекте увела наш разговор в интересную сторону есть у нас вилла которую я думаю мы покажем это вилла 330 начиналось она строится 330 тысяч сейчас немножко подорожало 385 и 365 тысяч сейчас в предложении хорошая отдельно стоящая вилла собственным бассейном парковка внизу есть подвальное помещение в виде зоны отдыха там можно разместить бильярд ну или кино кинозал какой-то свой для себя вот за эти деньги можно купить такое жилье ну смотри вот получается и этот вариант и этот по сути чуть больше 300 но меньше 500 до данный комплекс начинали строить прошлом году 14 месяца назад начала стройка и стартовая цена была 319 тысяч за год и два месяца цена поднялась сейчас самая низкая цена 445 тысяч из 21 дома осталось только 3 в продаже но чем они хороши эти дома тем что во первых этот дом 3 уровня наверху и нижний цокольный этаж то есть 4 уровня 4 этажа совершенно верно два этажа жилых три спальни три ванная комнаты две больших огромных террасы собственный бассейн теплый пол во всем доме с подогревом то есть всегда тепло и сухо будет доме полностью комплектован солнечными батареями достижениями электроники умный дом система стать все абсолютно за такие деньги просто великолепно но смотри вот здесь покупают все равно только для себя ты знаешь вот здесь как раз наверное и возможно использовать для аренды потому что это зона туристическая вот в этом в этом районе лома с декабарой большое количество квартир которые сдаются в аренду домов которые сдаются в аренду и этот дом также можно использовать для аренды я уверенно могу сказать стоимость аренды будет стоить это 250 300 евро в сутки это где-то летом в августе возможно даже дотянуть и 350 евро в сутки это хорошие деньги но смотри арендная история но до моря все равно не так же близко люди которые снимают вилл это богатые люди они обязательно приезжают на автомобиле или в аренду или на собственном автомобиле если они из испании поэтому расстояние до моря роли здесь не играть пешком никогда богатый человек не пойдет на море да даже если вы сейчас не собираетесь сдавать свой новый дом в аренду узнать его перспективу в этом вопросе не помешает чуть позже мы в диалоге снова вернулись к этому вопросу если мы рассматриваем объекты 350 450 и допустим варианты подешевле 150 250 перспективы сдачи в аренду более интересные у более дорогой категории или так не очень данном случае если мы говорим о бюджете допустим 250 350 то конечно лучше наверное купить одну виллу нежели купить какую-то квартиру потому что вилла в процентном отношении наложенные деньги даст прибыли больше нежели квартира на сегодняшний день на рынке недвижимости аренды аренды именно переизбыток квартир и недостача большая именно домов но насколько важно в этом случае что вилла может находиться там не встанье в 200 метрах от моря она в 10-13 минутах езды вот для виллы в принципе разницы нет конечно чтобы она была ближе к морю желательно но не обязательно очень важно чтобы вилла была хороший с хорошим участком собственным бассейном и была хорошая инфраструктура самое главное для сдачи в аренду это бары и рестораны и развлечения которые должны находиться пешей доступности потому что люди приезжают сюда на отдых арендуют и ходят в бар пить алкоголь ездить за рулем нельзя и они ищут именно такое чтобы была инфраструктура отдых пить алкоголь отдых инфраструктура какие интересные слова нескольких сотнях метрах от места нашей беседы мы уже чуть позже посмотрели как в испании удовлетворяют спрос на развлечения в относительно удаленных от моря районах ну вот банки осмотрю адвокатское бюро там прикмахерская на не за кафе смотри здесь еще есть супермаркеты и магазины разнообразные аптеки это все необходимо для проживания людей на постоянную даже если они приезжают сюда отдыхать как в отпуск это тоже необходимо чтобы это было пишет доступность и поэтому развивается вот такие районы нашем регионе практически на расстоянии километра в радиусе всегда есть какой-то торговый центр и строят жилье опять торговый центр и строит жилье и поэтому регион коста-бланка юг урила коста таревеха развиваются ну а в следующий раз мы немного поговорим об элитном сегменте дорогие варианты на коста бланка